За ходом самой грандиозной стройки Садового Сергей Мансуров наблюдает регулярно. Сам не раз стоял в пробке на выезде из города и обратно. Так что этот мост через речку Ива – самый долгожданный объект. Вечером, особенно здесь, очень большая нагрузка в пятницу. Так что, думаю, это вполне осознанное решение. Очень надеемся, что в скором времени будет мост завершен. Этот мост – часть большого проекта ТР-53, который обеспечит еще один свободный выезд из города и самый короткий путь в микрорайон Вышка-2. Ширина речки Ива – метра полтора. А вот мост через нее получился больше километра. Сейчас два берега уже фактически соединены. Остается только все заармировать и забетонировать. В 2023 году Прикамья получила рекордную сумму на строительство дорог. Это видно по количеству новых объектов. В Перми, кроме ТР-53, в активную фазу перешло возведение многоуровневой развязки на шоссе космонавтов на пересечении со Столбовой. Продолжается строительство магистрали на улице Строителей. Первый и второй этапы на сегодня уже завершены. Строители возводят третий до района улицы Локомотивной. Из законченных объектов можно отметить, это самый долгожданный, наверное, второй этап улицы Строителей, который позволил уже жителям и гостям Перского края передвигаться по автомагистрали до улицы Попаницев уже с выходом в центральный район города Перми. Министерство транспорта – то ведомство, которому всегда есть что показать в отчете о проделанной работе. Кроме нового дорожного строительства идет быстрое обновление общественного транспорта. В Перми появились электробусы и новые трамваи. Реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом. При этом не стоит забывать и о скором начале нового дорожного сезона. Есть вопросы, связанные с усилением работы по заделыванию ям. Знаю, что уже работы по горячему асфальту ведутся. В 2024 году на дороге в Прикаме средств выделяется ничуть не меньше, чем в предыдущем. Так что все глобальные стройки будут продолжены, и по мосту через Иво можно будет проехать уже в ноябре. Сергей Овчинников, Александр Неверов, Вести, Пермь.